ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА 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 КАНАЛ! Нужно запомнить одну великую фразу. Никогда не говори никогда. Потому что, я помню обещание, когда люди плакали, что, блядь, на ПК не выйдет, надо покупать плоечку ради Паука Нового. И хуй там! Всё, она выходит уже летом. Ещё раз в 2020-м. Я пиздобол. В этот момент мы, как адекватные геймеры, должны поблагодарить за бета-тест всех игроков PlayStation, Которые купили Паучка со всеми дополнениями и не смогут поиграть в него 690 кадрами без покупки патча за 70 долларов. Спасибо. В Этюнити Сони решила соединить обе вещи, которые так любит их аудитория. Боёвку из Aldan Ring и аниме. Топ-симулятор свиданий, школьницы, рейтинг для взрослых. Она сказала ей 18. Я всего 15, сволочь. Определённо советую поиграть в этот эксклюзив PlayStation в день релиза. Enter Nights. Симулятор свиданий с боёвкой из таких игр, плюс ещё РПГ? Чё за хуиня? На ПК. Давай, смотри, прям здесь, компьютерный магазин, давай. Без понятия, что такое туник. Ну, если закрыть глаза, можно прис... Похоже на какую-то смесь. Это Хейдес и Зельдес с миловым и кавайным лисёночком. Против жабки. Да ведь, что это игра от Нинтендо. Хотя игры Нинтендо сейчас стоят столько, что я готов в голову Марио вручную этому лису вставлять. А вот Street Fighter 6 настолько не эксклюзив, что даже мультиплатформа. Вот ради таких моментов и стоит жить. Файтинги новые появляются, а привычки добавлять в них рэп остаются. Последним мне эксклюзиом стала Final Fantasy 16. И по словам разработчиков, игра полностью готова. Только в ней осталось... Ух. Ну ладно, признаю, графон 16 финалки моё почтение. Но всё ещё... Нельзя выпустить финалку и не добавить там мальчика с серёжками. Даже нет, мужчину с серегами. Прям красивыми серегами такие. Купил бы себе. Делать такие незначительные вещи, как... Игра. Ты кого хочешь ноебать? Ты думаешь, мы долбоёбли? И раз уж что они сейчас активно портируют свои игры, возможно так и до Кнека дойдёт. Меня он не выберет. Я бы не выбрал. В целом на презентации показали много игр, в которые мы будем играть на ПК. Я когда вырасту, хочу спиться. Примерно один эксклюзив для PlayStation VR 2. Правда сам VR 2 решили не показывать. Это ведь всего лишь презентация, посвящённая PlayStation VR 2. Я думал, ты этот долб... И около нуля РПГ. Если не считать японских смазливых мальчиков за пропаганду РПГейства. Остаётся и дальше играть в такую классическую РПГ на ПК как Вов. Бесплатно. На пиратке. Где помимо отсутствия современных новшеств, она ещё и работает. И самым надёжным остаётся Вов Сирус. Что же, автору приятного аппетита. И надеюсь, что он, кажется, подби уманой на рекламе. А мы продолжаем. А на любом из серверов доступны все новые расы, локации, все режимы ПВП и многолетние наработки с собственным контентом за все 10 лет существования проекта. Начать игру можно уже по ссылке в описании. Тамер Геймфест уже больше похож на настоящую презентацию. Даже предупредили о контенте, который можно нести душевные травмы. И главная фишка игр в этом году. Ну, короче, у нас Dead Space. Какую? Кстати, да это реально странно. Слишком много игр похожих на Dead Space. Подивительное совпадение, что сразу же после анонса ремейка Dead Space резко появились три игры в... Блин, это же не смешно. Это тупо тот же... Блядь, даже это... Фирменная линейка, блин, со здоровьем-то похожа. Ну, серьёзно. Содавлённый мёртвым космосом. А авторы Калиста Протокола на протяжении двух презентаций впаривают такие уникальные игровые механики, как... Интерфейс на скафандре и гравитационная пушка. Никогда такого не было, и вот опять. Так вот, это реально не смешно, но... Знаете, что я скажу? Dead Space хорошего так давно не было. Опять же, да, анонсировали ремейк, но именно настолько не было хорошего Dead Space, что я готов радоваться даже вот такому вот, как говорится, копикату. Ну, насрать. Если он будет хорошим, я... Я даже готов поиграть. Почему бы и нет? Вообще не понимаю, почему эту игру сравнивают с Dead Space. Даже сами авторы игры. А вот количество изданий могли бы и увеличить. Четыре версии сезон пассом как-то скромновато для инди-разработчиков. Деньги. Мне нужны деньги. Нужно заработать денег. А для этого нужно зарабатывать деньги. С другими Dead Space решили вообще не заморачиваться. В ретин камера будет от первого лица, а вместо зомби, зомби-роботы. Я хорош! Порцию Алис Космос заменили на Марс. Все. Кому-то на презентации... На Марс. И такой ду-мугай выходит. О, еще один долбоеб. А цель зашел в One Piece в открытом мире. Для понимания которого требуется посмотреть всего лишь одну тысячу серий. Но для меня главным подарком стал геймплей Warhammer 40 тысяч Dark Type. О котором я могу сказать очень коротко. Убивать, 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 убивать. Другим известным вселенным в этот раз повезло меньше. Чужие уже были хоррором, библией, финансовой пирамидой. Но специально для фанатов теперь это изометрически пошаговый командный шутер. Я никогда не просил этого. Ну, кстати говоря, идея-то неплохая. Потому что если это сделать в стиле концепции чужих Джеймса Кэмерон, то это сработает. Потому что, блин, сыграть за ту самую команду... Это было бы потрясно, серьезно. Я бы поиграл за ту команду, которая была в чужих. И еще вот это вот с таким же фирменным ужасом. Это было бы круто. Это было бы офигенно. От появления Скалы на презентации стало сюрпризом. Правда, это не настолько важное мероприятие, чтобы выйти из качалки. Или хотя бы одеться. Или хотя бы вытереть пот. Или хотя бы не рекламировать свой энергетик. Дважды. Трижды. И не рекламировать фильм с ним. Возможно, вся эта презентация реклама Marvel's Might Sons может выглядеть как Рэйд Шэдо Леджендс. Играться как Рэйд Шэдо Леджендс. Но ты никогда не будешь. В смысле больше нет Рэйд Шэдо Леджендс? Ну тогда... Но самым главным анонсом для мобилок стали целых два новых Геншин Импакта. Нам же трех... Серьезно, блядь. Это... 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 Это что такое, блядь? Еще Геншины, блядь? Да сколько можно? А... Не, ну стоп. Это Ханкай. Это понятно. Это от создателей Геншина. Это что? Тауэр оф фэнтези. Блядь, это... Это тупо, блядь, Геншин только в виде киберсраки с пушками. Ебаный насос. Прошлых мало было. Да! Телефон у меня гадость, ебаная. Нинтендо решили вообще не заморачиваться и показали АМВ нарезку своих игр, которые уже вышли. Судя по всему, лет 20 назад. И так как с футбольными симуляторами сейчас... Куда же мне побросать-то камни в огород Нинтендо? Ну почему бы и нет? Хотя, ладно, я все-таки брошу по одной простой причине. Где, блядь, нормальный Нинтендо Директ? Сука, одно только видео, посвященное Ксеноблейдам, блядь, третьим. Игра хорошая, да, но... Блядь, ни дайректов, ни новостей о новых играх вообще никаких не было. Нинтендо, какого хера, блядь? Тяжело. На Сече анонсировали свой реалистичный Марио Футбол. И цена приемлемая. В смысле, бесплатно. Тебя шо, ебать? Не обошлось без громких анонсов на ПК. Целых два, не дума. В одно вместо демонической музы... Блядь, это тупо, блядь, карта из-за терного. Какого хуя? И какая-то баба постоянно орет в ухо. Тихо, блядь. А во втором Думгая заменили католическим священником. Все, по секрету. По словным документам. Даже помолиться можно. Выходи на ПК, не выходи на консоль. Угу. А вот трейлер симулятора Козла 3 одобряю. Правда, я не уверен, что это их трейлер. И у вас ведь точно была вторая часть. Может быть и не было. А может быть просто. И не было. Но хоть независимые разработчики радуют уникальными проектами. Хайтвота, милая инди, где всю игру мы плаваем на лодке по городу. Сделаем вид, что двух таких игр уже не было. Нахуя? А в продолжение Капхэд добавили такое геймплейное нововведение, как Женщина-Чашечка. Оригинал... Так, а ну-ка руки убрал каргас. Не смей трогать мисс Челис. Она шикарная. Мисс Челис офигенная. Но был слишком гендерно-нейтральным с двумя мальчиками-чашечками. Ты против Сисекста? Ты жабу долбишься, да? Игры у разработчиков Saints Row пока еще нет. Но есть кое-что лучше. Бесплатный редактор персонажей, где можно создать кого угодно. Даже себя. Получилось вроде идеально. Раньше Gotham Knights был стабильным говном пропадровска в латексных костюмах. Это что за курятничек? Но после того, как из игры до релиза вырезали готовую русскую озвучку, теперь это просто... ДОВНОООООО. А самым громким анонсом Summer Game Fest стала... КАЛ. Of Duty Modern Warfare 2. Вот он, тот самый ремейк легендарной игры. В смысле, вот. Ладно, вот это точно он. Я в файлах запутался. Ты ремейк новой колды? Саму игру почему-то анонсировала женщина. Видимо, Activision думает, что фанаты колды натур... Ох, я помню, блядь, эту серию игр, блядь. Эх, женщина, зря ты Дала ему, блять, играть в колду Что ты с ним наделал, блять, его в ленивого куска дерьма Баллы, что в корне неверно Презентацию нужно было делать В костюме Атаки Титанов Видно, что Боби Котик в этот раз решил вообще не заморачиваться И выпустил ремейк игры 2009 года На основе ремастера 2020 Который выглядит лучше, чем ремейк Еще один миллион блятьских долларов Но это мне не помешает Сделать сюжет по этой игре Сколько, сколько Было очень здорово Но меня ебали и получше В конце презентации пафосно вышел Нил Дракман И 20 минут объяснял, почему мы должны купить ремейк The Last of Us Но вы тоже поймите, Сони Они не могли назвать это ремастер ремастера Поэтому им пришлось еще раз продать вам игру времен PS3 за 70 долларов С вырезанным мультиплеером И вырезанным бесплатным DLC, которое продают только в наборе за 100 долларов Но я более чем уверен В каждом дворе, в каждой школе, в каждом офисе Даже среди вас есть хотя бы один долб... Который купит The Last of Us ремейк Но графон реально похорошел А, это сериал Как тогда выглядит сама игра? Великолепно Просто великолепно И вопрос задается А нахуя? Вот честно, нахера? Я даже был бы рад, чтобы они просто портировали бы Дали бы доступ Версии с PS4, ремастер уже На PS5 Вопрос А нахера, блять, тратить время на то, чтобы просто так вот переделать? Зачем? Ведь самое смешное В это время, блять, Ноти Дох Могли просто перебросить свои силы на новые IP Блять, третий раз переделать одну и ту же игру В третий, сука, раз! Но самое главное The Last of Us официально выходит на ПК Не надо говорить, как она закончилась Тут есть те, кто еще не прошел И никогда не пройдут Разговоров-то было Правда, по итогу нам достанется самая худшая версия Почему-то по старейшими персонажами и 30-летними детьми Благо на ПК не одним стимом едины Сатанисты из Epic Games Store организовали собственную презентацию для своих эксклюзивов Пока во всем мире будут по стелсу играть за голума лази по чужим хатам Голуб заебался, отдохнуть хотел Мы в EGS выбираем гордый народ дворфов-майнкрафтщиков Я знал, что у вас, блядский кейфов И нет чести, нет уважения, нет пива Надеюсь, хотя бы эта игра выйдет в 2022-м С нынешними ценами разработчики ПК Билдинг Симулятор 2 Вообще не стали объяснять, зачем существует эта игра Блять, Симулятор, создание компа Эта игра будет, знаете, дразнивовка У тебя нет компа Ты можешь его построить, комп, который у тебя никогда, блядь, не будет Почему ты всегда играешь в видеоигры? Ну, я просто делаю то, что не могу сделать в реальной жизни Оу, например, сражаться с драконами? Нет, типа Собрать компьютер Мой мальчик Но самая лучшая игра от EGS, естественно, стала Disney Speedstorm И это абсолютно не имеющая аналогов гонка с персонажами и способностями Пожалуйста, Микки Маус, не приходи ко мне домой А вот судя по презентации Future Game Show, в будущем мы будем играть в инди-хорроры и в симулятор дальнобойщика Оплату без наум не принимаем, только она Блять Далось добавить путан через моды и в принципе игры больше не нужны И конечно, все эти презентации были очень полезны Для всех, кроме обладателей PlayStation 5 Но главную презентацию оставили под конец В главных ролях конченый идиот, самый сексуальный мужик в мире Блять, согласен, блять Как можно Фила не считать самым сексуальным мужчиной в мире? Вот как? Я бы ему даже... Горячая чикса Какой-то мужик из компьютера играть Виндитель! Верхом на какой-то сраке, блять, что за хуйня? Анонсов было настолько много, что легче сказать, что Microsoft не показали Игр, которые выйдут в этом году Проведя серьезную анальную аналитику по геймплею Redfall Я узнал, что возможно, это даже существующая игра Конечно, было не обязательно делать всех врагов белыми вампирами Игра исключительно за Он черный, мулат Но больше вопросов, как найти друзей для этой кооперативной не Left 4 Dead Когда прогресс сохраняется только у хоста Здорово, Серега Оу За фанатов Hollow Knight я искренне рад Наконец-то мы получили дату выхода на когда-нибудь Сколько можно, блять? High on Life авторы Рика и Морти, видимо, создавались с одной единой целью Ебать, прикольнемся Плюшевые медведи-маньяки Расчлененка чел-планетян Разговаривающая оружие голосом Морти Здесь даже ножичек разговаривает Пора начинать шутки про твою маму Еще и бесплатно в геймпасс Я не плачу, это просто слезы За свою улетность денег не беру А за красоту, тем более Не уверен, что продолжим Вот это реально нужно сделать девизом, блять, кимпассы Плейк Тейл это именно то, чего все ждали в этом году Но Майкрософт очень хотели показать свои обнаженные террафлопсы Поэтому во второй части увеличили количество крыс на экране из 5000 До 300 тысяч, которыми можно полноценно управлять А вот с новыми покупками у Фила все отлично Это, конечно, прекрасно Слишком богато В геймпассе скоро появится Лига Легенд, Валорант и все остальные игры Риад Геймс Тут какой-то наебал И я, конечно, не директор игровой корпорации Но, возможно, покупать эксклюзивность на раке для Иксбокс, потому что в ней сделали твое лицо Не лучшая идея Но хоть покупка Близзард уже себя оправдывает и Overwatch 2 будет бесплатным геймпасс Это не сложно, когда игра бесплатная Но вы не переживайте Всем купившим старый Overwatch подарят костюм клоуна А еще в игре будут новые анимации, новые скины, новые персонажи Просто шикарный Но на вопрос, почему это новая игра, так никто и не... Стоп, а в чем разница? Дождите, это точно... Ну да, интерфейс разный Нет, ребят, просто реально сейчас смотрю И честно, мне не нравится больше первый вариант Я не знаю почему Ну, правда Это не смешно Это вообще не смешно, блядь Что за хуйня, Близзард? Не ответил Потанцевал Diablo Immortal 2 за небольшое время презентации раскрыть не получилось Но уже можно судить, что игра будет мрачная, жесткая и постоянно пугающая вылезающими баннерами со... Опа, а ну куда ж без баннеров? Скинами Да блядь, да блядь, да блядь, да блядь Пока что Близзард еще не готовы делиться информацией о донате В игре за полную стоимость Но уже скоро обещают рассказать о магазине с сюрпризами Какую сумму мне нужно тратить? На Diablo 4 Взять и все сразу истрать С новыми играми у бокса сейчас период тактической паузы Чтобы понять, что такое эти ваши игры Поэтому Фил на сдачу с Activision купил целого Кодзиму Правда денег хватило только на самого Кодзиму без игр Ну че поделать, ну это не страшно, это не страшно, потом окупится Извините, я опоздал Что случилось? Да ничего, я просто не хотел приходить А судя по будущим проектам для геймпасс Сейчас команда Фила учится делать игры в пенте Новая Форза Мотоспорт с отражениями в отражениях В отражениях, конечно, хорошо И возможно, даже понравится сбежавшим фанатам Гран Туризма 7 Но ведь мы все понимаем, что адекватные взрослые геймеры Будут играть в дополнение Hot Wheels для Forza Horizon 5 Я просто канаюсь по городу, и мне это очень нравится Большую часть X-Ball Showcase посвятили обновлениям для своих онлайн игр И судя по тому, что показали Halo Infinity приемный Ну хотя бы все офис, теперь можно дать имя своему тонущему кораблю Спасибо И в этот момент подкралось осознание, что бокс уже не тор Пока не вышел Фил Спенсер и не анонсировал сразу все персоны на ПК и Иксбокса бесплатно по геймпассу По всей видимости, Филе не разобрался, какую именно персону все хотят Поэтому просто достал кредитку Заверните мне все нахер! На это можно было споко... Ну это же зашибись Вот реально... Стоп, еще P3P Кстати, по-моему, я играл даже вот в эту персону на своей PSP По-моему, уже не помню Так давно было, блядь Война заканчивает трансляцию, но нам подготовили нечто особенное Долгожданный геймплей Старфилда Кто-то серьезно думал, что он будет чем-то отличаться от прошлых игр Бефезды? Или от других десятков игр про космос? А вот лучше бы внимательно слушали дядю Тодда, честно втирающего про офлайн игру с тысячу планетами Которые вы будете зачем-то хотеть исследовать Ошибаешься, ты наркоман И целыми... Потрясающе, то что мне нужно, блядь И четырьмя городами с невиданным рание для всех игр Бефезды населением Это сколько? Человек тридцать? На данный момент про игру понятно ровно Ни-ху... Но в одном я уверен точно Дата выхода подобрана как-то не пафосно Но Фила можно понять Ему в конце презентации нужно было показать игру, которая точно выйдет А что если... Искать... Тогда может быть нужно... Не нужно... И вот так закончился еще один год без анонсов новых игр. Такими темпами летом придется играть в Диабло Иммортал. Цена сделки 60 тысяч лайков и подписка на телегу и ВК. Без понятия зачем, ведь с недавних пор благодаря Бусти и Патреона я уже гордая содержанка. Ребята, главное вам здоровье. Но лайки и комментарии все равно жду. Я их использую по назначению для мастурбации. А, да, был ведь еще ПК Гейминг Шоу. Пацаны, пацаны, пацаны! Да, печально. Ну вот такой, блядь, ребят, богатый урожай. Да, конечно, большая часть выйдет в следующем году. Но знаете, а богатый-то во многих моментах это реально богатый, как говорится, выбор игр. Конечно, придется подождать, придется как-то повременить. Но в целом, скажу так. Каргасу спасибо за экспириенс, респект ему, лайк. А вам же скажу, подпишись, лайк поставь, жди новые игры и спокойно тебе, блядь, ночи, дружок-пирожок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok